Завершается строительство первой очереди канализации южного поселка. Самотечные коллекторы вдоль улиц Горького, Пугачева, Лермонтова проложены и подведены к насосной станции. Далее напорная канализация, ее проложили еще в конце зимы, отведет стоки в городской коллектор на Воробьевке. Осталось нам провести пусконаладку. Насосы куплены и шкафчик тоже. Соответственно, договор заключен с фирмой. Они в ближайшее время приедут и сделают пусконаладку оборудования. Мы можем говорить о том, что первая часть канализации завершена. Жители теперь смогут ставить свои индивидуальные колодцы и после заключения договора с водоканалом будут пользоваться. Это уже финальная стадия, чуть-чуть осталось. Далее в планах депутатов и жителей устройство второй очереди канализации. Она включает улицы со стороны железной дороги до улицы Согорского. Самотечные коллекторы там проложили еще в прошлом году. Осталось протянуть напорную канализацию. Подрядчик найден. Теперь дело за жильцами. Проектом канализации южного поселка при активном участии депутатов занималась окружная администрация. Однако финансировали работы сами жители, объединившиеся в товарищество. Это жители, есть актив. Понятно, что есть определенные проблемы. Нельзя об этом не говорить. Есть определенные персонажи, которые явно саботируют эту работу. Они сливают в наглую на рельеф свои стоки на улицу к соседям и так далее. Причем богатые дома, большие дома, не ставят себе септики. Это вот такие персонажи здесь живут. Я думаю, после того, как мы канализацию запустим, мы к этим персонажам лично приедем домой и посмотрим, как они куда сливают и зачем они это делают. Посмотрим, насколько им стыдно будет теперь. Депутат Короченко отмечает, что решение локальной проблемы данного поселка важное для всего города. Впереди строительство большой пешеходной зоны от северной части города до Загорского моря, которая пройдет вдоль южного поселка. Михаил Зуйков, Сергей Кошайкин, ТВР-24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова